МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Расширение фойе, открытая регистратура, пост охраны. Начинается ремонт полихлинки номер один. Главное предупредить, какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить пожара на даче. Всегда готов. Третьеклассники школ города пополнили ряды пионеров. Далее расскажем по всем подробно. 11 мая в полихлинке номер один начинается масштабный ремонт и реконструкция помещений первого этажа. В первую очередь реконструкция коснется входной зоны, будет расширена фойе, появятся регистратуры открытого типа, комфортные места ожидания, пост охраны. Отдельный холл появится перед кабинетами по оказанию неотложной помощи. Большие светлые помещения запланированы для основного процедурного кабинета, манипуляционные для забора мазков и ряда других служб. Оба холла будут оснащены информационным таблою, информатами и кулерами. Из-за ремонта входить в поликлинику нужно будет со стороны жилого дома по улице Зернова, 68. В рамках совместного с Росатомом проекта по модернизации первичного звена здравоохранения намечены и другие работы. Это ремонты всех входных зон во всех трех поликлиниках, двухзрослых и детской. Это организация, там есть различные проекты, это организация выдачи справок в детской поликлинике, не приходя в поликлинику. Это и организация электронных направлений на бюро медико-социальной экспертизы для определения группы инвалидности. Это и организация электронной записи на плановую госпитализацию. С наступлением солнечных весенних дней горожане устремляются на даче. Работая на садовых участках, многие зачастую пренебрегают пожарной безопасностью. Разводят костры, чтобы сжечь мусор или жарить шашлыки рядом с домом. Несоблюдение простых правил чревато пожарами. Четыре пожара на дачных участках произошли в Сарове в этом году. Два случились из-за неисправной электропроводки. Один из-за печного отопления, еще один из-за неосторожного обращения с огнем. Последний произошел на майских праздниках в Союзе. Тогда полностью сгорел дом на садовом участке. Это было сжигание мусора. Естественно, при порыве сильного ветра огонь распространился по сухой траве на соседний участок, в результате которого сгорел дом. Как правило, район у нас безводный, садоводческие товарищества. То есть воды, в принципе, недостаточно для того, чтобы один человек успел потушить огонь. На территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Пока он действует, нельзя разводить открытый огонь. То есть сжигать траву и мусор на своих огородах запрещено даже в специальных бочках или контейнерах. Как правило, люди думают, что мы сейчас бочки потихонечку сожжем. Но они не учитывают тот фактор, что есть природные силы. Это ветер. Это может распространить в том плане, что искры, которые выходят из этой бочки, они могут перелететь на длительное расстояние. Искра может вызвать тление. Уже через несколько часов на этом месте ветер раздует пламя. Что касается шашлыков, то их приготовление на углях запрещено на землях лесного фонда и примыкающих к ним территориях. То есть у себя на даче пожарить мясо в мангале можно. Но при этом в радиусе двух метров территория должна быть расчищена. До строения нужно выдержать расстояние в пять метров минимум. А рядом с собой нужно положить первичные средства пожаротушения – огнетушитель или ведро с водой. Есть ряд требований у пожарных и к печному отоплению. Печь должна быть из-за заводского изготовления. Это печь и электрооборудование. Нельзя перекалывать печь. То есть некоторые люди начинают топить баню с обеда и заканчивают там вечером. Очень часто были такие случаи, что люди даже уже когда помылись, в глубокой ночью изникновение горения в чердачном помещении бани, это, как правило, боров в печи не выдерживает. Либо труба, даже если труба идет из заводского изготовления, некоторые трубы не выдерживают перекала. Напоминают пожарные про правила безопасности в лесу. Ни в коем случае нельзя бросать на землю мусор и окурки. Очень опасны пустые бутылки или осколки стекла. Фокусируя солнечные лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы. Если установить 4-й или 5-й класс пожароопасности, заходить в лес будет запрещено. Минпросвещение подготовило федеральный перечень школьных учебников, которые одобрены для использования в школах по всей стране. Он обновился. В списки добавили издание по родным языкам, учебники для детей с ОВЗ, а также учебники по финансовой грамотности и киберобезопасности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Крупнейшие производители объяснили, что не могут снизить цены из-за подорожания логистики и стоимости упаковки. По словам представителей бизнеса, сейчас практически все продукты в России имеют иностранную заставляющую. При этом цены растут во всем мире, поэтому в нашей стране этого также не избежать. Стоимость упаковки в среднем выросла на 20%, на некоторые виды тары на 45%. Кроме того, в несколько раз повысилась стоимость логистики. Так, цены на доставку продуктов из ЕС резко взлетели с 3 тысяч евро до 12 тысяч за фуру. Подрядчик похитил 1 миллион 800 тысяч рублей при реконструкции очистных сооружений в Сарове. Как сообщает областная прокуратура, раскрыто мошенничество при замене оборудования. При реконструкции здания механического обезвоживания осадков сточных вод было закуплено более дешевое оборудование с худшими характеристиками, имеющие меньше срок службы. Система не функционирует в полном объеме. Цели нацпроекта «Экология» не достигнуты. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры. Российские вузы и научные организации на 2023-2024 учебный год получат 590 тысяч бюджетных мест. Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, больше всего мест предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки. На втором месте педагогические науки, также в тройке лидеров общественные и медицинские направления. «Делаем упор на специальности для скорейшего импортозамещения и достижений научно-технологического суверенитета России», подчеркнул Чернышенко. По традиции максимум места дается бакалавриату. В этом году подать заявление на обучение студенты могут онлайн. Через суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн» на портале госуслуги. Прием документов начнется 20 июня. Плюс к этому, как и прежде, можно будет подать документы через сайт выбранного ВУЗа, привезти лично или направить по почте. Саровские школьники пополнили ряды пионеров. Торжественные митинги прошли в трех точках города. У Вечного огня, у Стелл, на проспекте Мира и у школы номер 16. О том, как прошел праздник, расскажем далее. «Будь готов, всегда готов». Пионерская организация с момента своего основания была призвана воспитывать в детях любовь к родине, стремление к знаниям, приобщать их к труду и общественной деятельности. Обычно дети вступали в организацию в начальной школе и продолжали обучаться там до подросткового возраста. Затем, как правило, вступали в Комсомольский союз молодежи. Добрая традиция не канула в лето, и сегодня многие саровские ребята с гордостью носят звание пионер. «Пионеры – это люди, которые всегда первые. Они показывают себя только с хорошей стороны и выделяются только в хороших подступках. Они постоянно подают всем пример. Для меня быть пионером – это быть защитником Родины и делать самые великие дела, на которые ты только можешь быть способен». Торжественная церемония с выносом знамени, боем барабанов и, главное, клятвой для юных саровчан – особое событие. Будущих пионеров пришли поздравить почетные гости. «Кто такие пионеры? Это самые смекалистые, ловкие, активные ребята, которые хорошо учатся, помогают старшим, участвуют в самых необходимых активностях в школьной жизни. И поэтому мне очень приятно видеть такое количество ребят, готовых сегодня повязать на свою шею красные галстуки, чтобы продолжить дело пионерии. Вы – наше будущее. И, глядя в ваши горящие глаза, я верю, что наше будущее будет прекрасным. Поздравляю вас!» 1022 год для пионерии особой организации празднует 100-летний юбилей со дня образования в Советском Союзе и 95-летний в Сарове. В этот день в городе пионеров принимали у Вечного огня. Локацию выбрали не случайно. В годы Великой Отечественной войны наряду с бойцами неоценимый вклад в борьбу с фашизмом вносили пионеры. «Мы настолько гордились этими галстуками, мы их носили. Не просто вот в тот день, когда нам их повязывали. Мы носили, сколько лет мы были в пионерии. Потом даже в комсомол. Мы вступали, мы с гордостью носили эти галстуки». В завершении митинга гости праздника повязали ребятам красные галстуки. Депутаты ознакомились с работой Горавтотранса. На предприятии прошло выездное заседание Комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства. Народные избранники обсудили с руководителем предприятия Григорием Маяковым финансовое состояние МУПа и проблемы его развития. Есть позитивные изменения. Появилась техническая возможность на базе Горавтотранса пройти техосмотр автотранспорта. Нет дефицита водителей. Их средняя зарплата составляет 35-37 тысяч рублей. Но есть проблемы. Цены на лизинг автобусов выросли. При этом, по словам директора, автобусному парку необходим еще 10 больших автобусов для перевозки горожан до заводов и в садово-товарищеские общества. Автобусы предприятия ездят по невыгодным отдаленным маршрутам, где садится немного людей, и там, где нет коммерческого городского транспорта. Кроме того, муниципальное предприятие, помимо перевозок, выполняет при необходимости функции ГО и ЧС. В результате депутаты решили обратиться в администрацию с просьбой пересмотреть условия муниципального контракта с предприятием, актуализировать маршрутную сеть, усилить контроль соблюдения контракта с частным перевозчиком, рассмотреть практику существования подобных предприятий в городах ЗАТО. К обсуждению этого вопроса вернуться на заседание профильного комитета. Жительница нашего города Клавдии Николаевне Плотниковой в марте исполнилось 97 лет. До сих пор из памяти ветерана не стерлись тяжелые военные годы. Совсем юной 17-летней девушкой Клавдия Николаевна работала в суровых сибирских лесах, рубила ветки деревьев. Тогда все ушли на фронт, поэтому работать в тылу было некому. Трудились без выходных. В преддверии 9 мая наша съемочная группа совместно с депутатом Михаилом Савиным навестила ветерана, чтобы послушать ее рассказ о том тяжелом времени. Клавдии Николаевне Плотниковой в марте исполнилось 97 лет. До сих пор из памяти ветерана Великой Отечественной войны истерлись тяжелые трудовые годы в тылу. Совсем юной 17-летней девушкой Клавдия Николаевна работала в суровых сибирских лесах, рубила ветки деревьев. Тогда все ушли на фронт, поэтому работать было некому. Трудились без выходных, да и утолить голод было почти невозможно. Несмотря на свой почтенный возраст, Клавдия Николаевна хорошо помнит все подробности военной жизни, часто рассказывает о них своим внукам и правнукам. Члены семьи всегда идут к своей бабушке за советом и помощью. Бабулечка все помнит, все это нам рассказывает, мы это очень ценим. И при своем возрасте, 97 лет, если нужен какой-то совет, мы обращаемся к ней. Бабушка очень мудрая, очень умная и с большим, конечно же, жизненным опытом. Клавдия Николаевна недавно переехала в новую квартиру и депутат городской думы Михаил Савин впервые поздравил ее с наступающим праздником Дня Победы и вручил ей подарок. Женщина поделилась с Михаилом своими воспоминаниями, рассказала истории из жизни. Это люди, значит, великие, да, которым выпала нелегкая судьба, жить в военное время. И этим людям мы благодарны за то, что мы живем. Поэтому, естественно, и внимание, и все, что только можно, любая помощь, которая нужна, мы всегда должны оказывать. Для детей войны, тружеников тыла и пенсионеров на округе пройдет праздничная встреча в кафе. С концертом перед ветеранами выступят царовские коллективы. С ветерком по тротуарам. Споры о том, как сделать более безопасными электросамокаты, ведутся в России уже несколько лет. Среди последних инициатив законодателей ввести водительские удостоверения для тех, кто ими управляет. Поддерживают ли горожане такое предложение, выясняла наша съемочная группа. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил приравнять электросамокаты к транспортным средствам, ввести для них ОСАГО и запретить ездить на них по тротуарам. Такую инициативу поддержали и в Госдуме. Это связано с тем, что электросамокатчики часто становятся виновниками ДТП и никакой ответственности за это не несут. По действующим правилам дорожного движения они пешеходы. Нужно ли электросамокаты приравнивать к транспортным средствам, чтобы у них была такая же ответственность, как и у всех водителей? Ну, считаю, что да. Почему? Потому что достаточно опасное средство, еще и тихо ездит. А у вас были уже такие случаи, когда было по сути? Ну, таких нет, но близко проезжали. Думаю, да. Либо хотя бы какую-то скорость просто сделается, наверное, пограниченную. То есть опасно, да? Естественно, конечно. Страшно. А у вас уже были такие случаи? Нет, ну, знаете, я как-то осматриваюсь, хожу всегда, но бывали случаи, видела, что ребенка сбили. Да. Вот меня чуть не сбил вот этот вот хр... Мне 70 лет, а я должна отскакивать, не отходить, а отскакивать. Вообще ничего не видят, гоняют как хотят, могут и рулем по голове стукнуть, и по животу беременные женщины. Поэтому, конечно, надо за этим следить. Велосипедом и самокатом. Не место на тротуаре. Сейчас электросамокаты не подлежат регистрации в ГИБДД. У них нет госномера, а управлять этим транспортом может любой человек, и для этого ему не требуются права. А чтобы вести страхование ОСАГО для электросамокатов, нужно существенно изменить нормативную базу. В больших городах вообще негде разъехаться. Только по тротуару, но надо какие-то звуковые сигналы сдавать. Вот некоторые я видел, ездят, очень подсветка хорошая, тормоз горит красный, впереди фара. Считаю, нужно. Нет, наверное. Опасно. Люди идут, вот я иду, и не смотрю, что там, это, сзади как, едет, не едет ли. Сзади они едут, и вы знаете, если вот не слышно едут, то собьют только так. Конечно, нужно. Мы спросили мнение у саровчан, нужно ли приравнивать электросамокаты к транспортным средствам. Большинство опрошенных сказали, что электросамокаты на тротуаре, это опасно. И ввести новый закон все-таки нужно. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова